Когда ко мне приходят люди и покупают щенка, они задают мне вопрос, что самое необходимое нужно в доме для появления этого щенка. И среди основных предметов я называю миски на подставке. Люди покупают их, но они даже не задают вопрос, зачем это нужно, а тем не менее, эта подставка, она очень важна. Не только для удобства собаки, но и для ее здоровья. В этом ролике я расскажу, зачем нужны подставки для мисок и почему собаки, лабрадоры в частности, должны есть только с них, не с пола. Добрый день, дорогие друзья! Меня зовут Анна Амельяненко, я владелица питомника лабрадоров from Labraland, город Одесса. Занимаюсь лабрадорами с 2002 года. Итак, поехали! У каждого владельца собаки в доме всегда есть две самые необходимые вещи, без которых нельзя обойтись. Это две миски для еды и для воды. Миска с водой должна стоять постоянно. Не забывайте следить за тем, чтобы вода была чистая и свежая. Корм ставят только во время еды, не более 15 минут. Если щенок или взрослая собака балуется, отвлекается, плохо кушает, несъеденный корм убирают обязательно. Ни в коем случае не уговаривайте собаку и не гоняйтесь за ней с миской. Это приведет к тому, что она у вас разбалуется и вы будете постоянно уговаривать ее покушать. И как следствие этого кормление превратится в бесконечную муку и для вас, и для вашей собаки. Если у вас маленький щенок, он быстро поймет, вовремя не съел, еда закончилась. В этом случае проблем накормить собаку у вас не будет. Некоторые собаки очень привередливы в еде. Не нужно идти у них на поводу и предлагать им разносолы. Не позволяйте вашему щенку вас дрессировать. Если же от своей обычной еды вдруг внезапно отказывается взрослая собака, то стоит обратить на это пристальное внимание. Объяснение может быть как очень простым. Например, в жару некоторые собаки теряют аппетит. Или же кобели, нанюхав шестичных сук, тоже часто отказываются от еды из-за своей влюбленности. Или с самой едой что-то не так. Например, в твороге, который вы взяли в этот раз у другого продавца, могут быть какие-то неприятные для собаки добавки. Но внезапный отказ от еды также может сигнализировать о каком-то заболевании. Лучше понаблюдайте за собакой в этом случае. И если видите какие-то еще тревожные симптомы, проконсультируйтесь со своим заводчиком и ветеринарным врачом. Вернемся снова к щенкам. Щенка надо кормить с подставки такой высоты, при которой дно миски находится на уровне или чуть выше локтей. Высота подставки должна увеличиваться по мере роста щенка. Вода должна стоять также на подставке. На всякий случай напомню, что пища должна быть умеренно теплой. Не из холодильника, но и не с плиты. Около 30-37 градусов. На самое первое время, если вы берете домой очень маленького щенка, можно ограничиться маленькими мисочками без подставки. Но подставочка понадобится вам очень скоро. Тем более, многие щенки любят играть со своими мисками, особенно с водой. Класть лапки в миску и весело гонять ее по кухне, расплескивая воду по всему полу. Миска на подставке избавит вас от такого веселья. Ветеринары рекомендуют миски, поднятые над полом, потому что имеют множество преимуществ перед напольными. Гигиена и чистота, удобство для собаки и кошек с некоторыми заболеваниями, например, с артритом, заболеванием шеи и спины, а также состояниями, при которых тяжело глотать. Поднятые над полом подставки для еды помогают содержать зону кормления в чистоте и порядке. Еда остается в миске, а не разбрасывается по полу. Кроме того, такие подставки препятствуют некоторым особенно игривым котятам и щенкам играть в свои миски с водой, как мы уже говорили выше. Собаки обычно поднимают вверх голову после того, как попили, чтобы облегчить глотание. Когда собака поднимает голову вверх, вода, которая не попала внутрь, выливается из пасти на пол, что через некоторое время приводит к повреждению покрытия. Влага и остатки пищи, которые могут собираться под миской, поставленной на полу, создают превосходную питательную среду для различных грибков и бактерий. Когда миска поднята, собакам уже не нужно так высоко поднимать голову, и вода, которая выливается из пасти, попадает прямо в миску, а не в пол. Поднятые над полом миски могут помочь уменьшить газообразование у собак. Склоняясь над полом, собаке приходится затрачивать некоторые усилия, чтобы проглотить еду. Поэтому в процессе приема пищи они заглатывают много воздуха, который впоследствии приводит к образованию газа в кишечнике. Излишнее газообразование может привести к острому расширению желудка, которое очень опасно для собак крупных пород с глубокой грудной клеткой. Питаясь с поднятой над полом подставки, собака меньше времени и усилий тратит на прием пищи, следовательно, заглатывает меньше воздуха, чем сводит к минимуму образования газов. Некоторые ветеринары рекомендуют поднятые над полом миски для собак, склонных к вздутию живота. Подставки рекомендуются и для тех кошек и собак, у которых так называемый ленивый пищевод, который вместо того, чтобы перемещать еду вниз в желудок, накапливает его в себе, что приводит к срыгиванию и рвоте. Поднятая над полом кормушка позволит силе притяжения при таком заболевании проталкивать пищу в желудок животного. Подставки для еды очень удобны и для пожилых животных, например, для собак и кошек с артритом. Есть с пола не очень удобны для домашних животных с проблемами с суставами и позвоночником, например, с межпозвоночной грыжей. Пожилое животное скорее откажется от еды, чем будет питаться, доставляя себе боль и неудобства. Поэтому миска с едой, поднятая до его уровня, поощряет к еде и питью. Наконец, поднятые над полом кормушки удобны и хозяевам домашних животных. Ведь наполняя миску с водой или едой, не нужно нагибаться, а это немаловажно и для людей с проблемами позвоночника или артритом. На рынке обычно предлагаются как металлические подставки, сделанные по типу штатива, и двух металлических кругов для крепления мисок, которые регулируются по высоте. Они недорогие и прослужат вам очень долго. Есть также более дорогие дизайнерские подставки, сделанные по типу столика с двумя или более отверстиями для мисок, сделанных из пластика или дерева. Лично я заказала по своему эскизу для своих собак подставку из дерева с тремя отверстиями. По краям большие отверстия для мисок для еды, для двух собак, и в центре одно отверстие, чуть поменьше, для общей миски с водой. Она выглядит эстетично и очень легкая в уходе. Ее можно помыть в ванне под душем, если предварительно замочить ненадолго в мыльном растворе и потереть немного обычной губкой. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки, пишите комментарии, задавайте вопросы и не забудьте нажать на колокольчик, чтобы не пропустить ничего интересного.